Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Renault Logan 2006 года выпуска двигатель 1.4 бензин, механика, передний привод пробег на автомобиле 236 тысяч километров заменю на нем ремень и ролик ГРМ. Открываю капот, снимаю переднее правое колесо открыл капот, добавил света мне надо снять подушку три болта крепления крышки и два болта крепления к лонжерону подкрылку. Снизу стоит защита защиту можно не снимать но надо поджать двигатель здесь если посмотреть для пробки слива масла есть место, сюда брусок поставлю подопру двигатель, двигатель у меня не упадет также снял переднее правое колесо и снимаю вот этот пластиковый пыльник здесь крепится он просто пластиковая гайка сверху а здесь он сидит получается на трубке и стягиваем его вниз все болт шкива можно будет открутить но сначала скину приводной ремень решил ничего нам кратом не ставить кувалду ручкой вверх подвожу и немножко приопускаю автомобиль все двигатель поджат двигатель зафиксирован головкой на 16 откручиваю эти болты крепления и снимаю подушку и снимаю подушку натяжная планка генератора ослабляю болт ослабляю приводной ремень генератора и снимаю его больше здесь ничего дополнительно нету болт этот на 13 так щуп вытащу чтобы не обломить генератор расслабил снимаю ремень и откручиваю шкив коленвала головка на 18 пистолетом откручиваю болт болт сидит на герметике резьбовом хотя здесь был не резьбовой обычный герметик снимаю шкив сейчас беру откручиваю крепление передней крышки именно нижнюю часть головка на 10 ослабляю снизу ослабляю сверху вот он болт он тоже держит крышку и вытащу ее крышка тремя болтами крепится все откручиваю три болта открутил крышку я снимаю раз два три откручиваю по периметру эту крышку верхнюю и снимаю ее тоже здесь нижнюю нижнюю болты головка на 13 здесь коротенькую возьму а вверху вот эти два болта головка получается на 15 или на 16 на 16 раз два три 13 и два на 16 открутил крышку вот этот нижний болт садится на герметик и вот этот задний болт тоже садится на герметик потому что они заходят в масляные каналы и чтоб масло не бежало мы их тоже смажем снимаем переднюю крышку проворачиваю ремень ремень имеет слабину и скрипит уже устал сейчас проверну покажу до какого момента вот так здесь шкив вот она метка вот такая большая здесь есть маленькие меточки вот 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 но мы не по ним именно вот по этой большой метке и вот здесь вот значок дача буква д совмещаем напротив буквы д это что касается верха что касается низа здесь ничего не выставляется вот есть точка на шкиве звездочки нижней и по ней мы просто будем совмещать зуб помеченный на ремне на новом так что снимаю ролик откручиваю ремень стоял гейтсовский но этот ремень гораздо лучше чем того что сейчас и хозяин взял многие смотрят по цене но не смотрят по качеству хозяину скажу что на том ремне долго нельзя будет ездить как и на ролике сейчас покажу что там ключ на 16 гайку откручиваю гайка без шайбы без всего ролик снимаю ролик стоял кое похоже что брали комплект ГРМ гейтсовский в нем идет ролик снимаю ремень ремень конечно подсох скрипит но он еще не мертвый был беру новый ремень и новый ролик про что я говорил это ремень фирмы AMD номер для заказа здесь видать давно его у него катается AMD RNB 170 ну в описании под видео я укажу и также ролик фирмы FENOX R12100 что ремень что ролик оставляет жевать лучшего ремня ремня должен быть с метками нормальный нормальный такой ремень на нем даже нету меток вот тебе и хороший ремень придется считать зубья считаю зубья рисую сам метки если если кому-то придется заниматься таким что считать зубья и ставить метки вот я пересчитал по направлению движения если вперед через помпу получается зуб здесь не на зуб попадает а между зубами метка следовательно отсюда считаю но я эту беру не первой а вот эту беру первой от нее раз два три четыре пошел 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 и до этого места 46 прорезей получается первую прорезь не считаю от нее это 46 поэтому рисую на новый ремень метки и устанавливаю их метки на новый ремень перенес внизу совмещаю с меткой и вверху совмещаю с меткой где внизу сейчас покажу вот если посмотреть вот эта вот точка на нее и встает метка вот она метка с точкой и также помимо точки здесь на зубе еще прорезь устанавливаем сверху метку ну и здесь все точно так же снизу мы установили через помпу ремень заводим и сверху на зуб одеваем вот метка вот зуб устанавливаем устанавливаем ролик на место вот этими отверстиями наружу это для натяжки наживляю гайку здесь натяжка ремня делается произвольно но примерно есть ориентир примерный сейчас по отверстиям я попробую его показать для натяжки разные вилочки используются у кого что есть если посмотр так я думаю рука закрывает ничего ты не посмотришь вот вилочку вставляю в ролик и натягиваю ремень здесь не по натяжке ремня но можно и по ней проверить примерно отверстия параллельно ремня устанавливается это на новом ремне но опять же как правило это на оригинальном ремне что с этим ремнем здесь только гадать остается сейчас я затягиваю примерно так а дальше уже проверю натяжку ремня вручную все вот так вот и оставляем если посмотреть метки перепроверим вот метка вот метка подачи стоит и здесь метка вот метка вот ремнем совместил дальше устанавливаю переднюю то есть верхнюю крышку я не знаю не интересовался на этом двигателе нет клапана или нет я прокручу на этом двигателе что-то нет . 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 компрессии есть все нормально ничего не закусывает смазываю болты герметиком устанавливаю на место верхнюю крышку болты я смазал эти болты пока наживляю чтобы она у меня не падала и вот эти два болта здесь получается как раз где они заходят в головку это место герметиком смазал один и второй притягиваю верхнюю крышку притянул ставлю на место нижнюю крышку прикручиваю три болта и ставлю на место шкив коленвала крышку затянул ставлю на место шкив шкив без шпонки ставится произвольно просто притягивается болтом болт герметиком тоже маленько смазал устанавливаю наживляя и притягиваю притяну пистолетом этого достаточно ставлю ремень генератора и натягиваю генератор чтобы ремень натянуть вот здесь монтажкой сзади так вот встал в ухо верхнее генератор уперся а здесь в эту часть уперся генератор натянул ремень натянут устанавливаю на место подушку двигателя прикручиваю ее и затягиваю подушка двигателя сама еще живая не оторвана наживляю болты подушку затянул ставлю на место щуп приподнимаю автомобиль вытаскиваю подпорку снизу в виде кувалды что я подставлял запускаю двигатель все работает все нормально ставлю пыльник закручиваю тут капроновую гайку устанавливаю на место колесо и на этом замену ремня грм я закончил все вам добро спасибо спасибо